Ковровская пожарно-спасательная часть номер 14 отметила 115-й юбилей. Этот день сотрудники МЧС предложили журналистам лично проверить, каково это – спасать людей из огня и завалов. Когда поступает вызов, задача спасателя – надеть костюм за 18 секунд. Как она лежит, суём руки и через голову. Обувь, штаны, защитная куртка, каска и вдобавок ремень с топориком. Ткань костюма выдерживает температуру до 1200 градусов Цельсия. Защищает от кислот и щелочи, не позволяя им впитываться. Целиком защитная форма весит 4-5 килограммов. Спасатель, говорят, это только начало. Каждый элемент костюма так или иначе призван помочь в огне. Вот этот карабин цепляется к специальной верёвке. Верёвка прикреплена к первому идущему в звене человеку, чтобы пожарные, зайдя в задымлённое здание, не потерялись в дыму. Одно из заданий управится с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом «Спрут». У него несколько насадок, у каждой своя задача. Разрезает железо, разбирает завалы. Ведь спасатели работают не только в огне. Это и наводнение, землетрясение, террористические акты и ДТП. Работает как на разжиме, так и на сжиме, если что-то загружать. И сжатие. Например, трубу какую-нибудь с газом зажать. Таким укомплектована каждая пожарная машина. Всего их в части шесть. Дальше – тушение открытого очага пожара и, наконец, спасение человека. Специальная амуниция, не считая костюма, весит 25 килограммов. Кислородная маска, баллон с воздухом и фонарь. То есть у нас сейчас горит здание. Горит. И мы идем туда. Без включения проводится бывая проверка. И там внутри мы ищем пострадавших. Все, включились, идем. Я первый. Внутри темно. В настоящем пожаре двигаться приходится на ощупь. Из-за отрезка пламени и огня спасатели зачастую не видят и не слышат. Впереди полоса препятствий. Такую же, только в разы опаснее пожарные проходят каждый день, спасая жизни по-настоящему. Вот сюда. А это тоже. И мы будем. Пострадавшего нашли в люке. Кукла весит, как взрослый мужчина. Его нужно спасти, он без сознания и помогать, конечно, не будет. Как плохо. Вытаскиваем на свежий воздух. Походу, он без сознания. Принимайте за плечи. За плечи. За 2018 год в Ковровой произошло 182 пожара. Из огня спасатели вывели 42 человека. За первые месяцы этого года спасли уже троих. 25 килограмм средств индивидуальной защиты, СИЗО, плюс ломик, плюс рукав с водой, плюс фонарь. Все, чтобы спустя полосу препятствий спасти рация, чтобы спустя полосу препятствий и задымления спасти некоего Дмитрия из огня. Телерадио компания «Губерния-33» желает спасателям Ковровской части номер 14 «Сухих рукавов». Евгения Волкова, Дмитрий Шаталов, Куберния-33.